Чтобы создать директорию, нужно ввести команду mkdir и путь до директории. Если мы хотим создать не одну папку, а сразу несколько вложенных друг в друга, то надо указать mkdir минус p, тогда создадутся все промежуточные папки. Чтобы создать файл, используйте команду touch. И, наконец, чтобы войти в директорию, сиди и путь. Везде можно ввести путь как абсолютный, так и относительный. Для удаления файла используйте команду rm от слова remove. Если мы хотим удалять директорию, то надо добавить опцию минус r. От слов минус рекурсив. И, наконец, если у вас в директории находится несколько файлов или других директорий, то при удалении терминал может начать спрашивать про каждую из них, хотите ли вы ее удалить. Если вы не хотите лишних вопросов, то добавляйте опцию минус f. Чтобы скопировать файл, нужно указать cp от слова copy, путь до файла, который вы копируете, и путь, куда копируете. Если вы укажете в качестве второго пути директора, то файл скопируется таким же именем, как он был изначально в директорию, которую вы указали. Чтобы копировать директории, надо добавить опцию минус r. Наконец, если вы хотите переместить директорию или файл, то используйте команду mv от слова move. Без опции минус r можно перемещать как директории, так и файлы. Зайдем в папку linux-course, при помощи pwd посмотрим абсолютный путь до него, создадим при помощи абсолютного пути папку, теперь создадим файл в этой папке, задав относительный путь, создадим другой файл, задав путь относительно домашней директории, теперь скопируем папку со всем моим содержимым в папку mydir2, переместим один файл из mydir в mydir2 и зададим ему другое имя, например, f.doc. Зайдем теперь в папку mydir2, посмотрим ее содержимое и удалим всю папку mydir целиком. Можно задавать путь, поднявшись на один уровень наверх. Поскольку мы не указали опцию f, то нам придется отвечать на вопросы. Вводим игрок, чтобы согласиться со всеми вопросами. Так, теперь можно удалить все тексты файлы, которые находятся в нашей папке. Проверим ее содержимое, остался только один doc-файл. Выходим на один уровень выше и удаляем нашу папку mydir2 без лишних вопросов. Проверяем содержимое linux-course. Няких папок mydir и mydir2 уже не осталось.